Стихи Расула Гамзатова Журавли уже давно стали символом памяти о погибших воинах, поэтому не случайное название спектакля. Он был поставлен не профессиональными актерами, сценаристами, режиссерами, а сотрудниками Курского филиала МРСК Центра. Мемориальная акция «Энергия Победы» стартовала в конце апреля в Белгороде. Меньше чем за месяц ее участники побывали в 11 городах страны, везде, где расположены филиалы МРСК Центра. Ребята побывали и в Тамбове, и в Липецке, и в Белгороде. То есть целый месяц они практически на колесах, на автобусе. И вот сегодня в Твери заканчивается эта акция, посвященная «Энергия Победы». Идея создания спектакля появилась еще три года назад. За это время была проведена настоящая исследовательская работа. В основу легла подлинная история одного класса, чей выпускной пришелся на 22 июня 1941 года. Сразу же со школьной скамьи главные герои пьесы ушли на фронт. А дома их ждали невесты, матери и сестры, которые почти каждый день писали своим родным и близким письма. Именно фронтовые письма придают спектаклю особую искренность. Все эти письма, которые приходят с фронта, мы искали у наших бабушек, у наших дедушек. Мы искали в интернете. Мы действительно все сшивали по ниточкам из живых, настоящих писем, ни одного выдуманного письма с фронта. И эти письма, естественно, проходят через сердце. За короткое время на сцене была показана судьба целого поколения, на долю которого выпали страшные годы войны. Многим героям пьесы было немногим больше лет, чем тем, кто сидел в этот день в зале. А среди зрителей в этот день были и ветераны войны, бывшие работники Двери Энерго, и учащиеся Медновской санаторной школы-интерната. Подлинная история, фотографии тех лет, военная хроника, трогательные фронтовые письма и, конечно же, фронтовые песни. Все это никого не могло оставить равнодушным. Когда мы включаем свет после выступления, видим, что многие люди плачут. Даже мы, показывая постоянно эту постановку, находясь за кулисами, тоже берет за душу вот эти все эмоции, переживания, которые показываем мы на сцене. Я надеюсь, что наша миссия не пройдет бесследно. Все-таки у кого-то где-то в душе все-таки останется та частичка нашей души, которую мы хотим донести до зрителя.